МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальше будем говорить о той войне, которая сейчас идет в регионе Нагорного Карабаха. И мы до эфира с вами немножко поговорили. Я так понимаю, вы отслеживаете эту ситуацию. Я бы хотел начать вот с такого момента. Дело в том, что то, что происходит на театре военных действий, общеизвестно. Я даже напомню, что буквально сегодня глава государства, президент Азербайджана, объявил о том, что азербайджанская армия освободила еще 23 селения в этом регионе. Это говорит о том, что азербайджанская армия развивает свой успех. Днем ранее уже господин президент объявил о том, что освобожден город Шуша. Это как бы духовный центр всех азербайджанцев. Это очень важный для нас населенный пункт. И понимаете, вот есть реальность, реальность, которая шаг за шагом территории освобождается. И президент Азербайджана в интервью телеканалу BBC News сегодня буквально заявил следующее, что регион Нагорного Карабаха, он неотъемлемая часть Азербайджана. Он станет частью Азербайджана так же, как и любой другой регион, он подчеркнул. Но это опять же будет зависеть, еще там моменты есть, которые, если Армения, армянская сторона вовремя одумается и будет действовать логично. Я так понимаю, подразумевается, в каком статусе этот регион может находиться в составе Азербайджана. То есть, если удается пораньше договориться, наверное, это один статус. Если потом, то это, наверное, совсем другой статус. Вот вы как считаете, армянская сторона эту новую реальность вообще понимает? Она готова исходить из нее? Мне кажется, наверное, какое-то осознание и понимание происходит. Я иногда в армянские форумы, сайты вижу, что идет достаточно интенсивный обмен достаточно жесткими оценками в отношении нынешнего политического режима, военно-политического режима, в том, что режим Пашиняна оказался совершенно не готов. Мало того, что он спровоцировал отчасти этот конфликт, эту войну, но еще и не готов с точки зрения тактики, стратегии, с точки зрения вообще концепции новой войны, войны 21 века. Понятно, что за это будет очень большой спрос. Вот сейчас, получается, достаточно уже много говорят и уже активно обсуждают вопрос отставки действующего режима, действующего премьер-министра. Я думаю, здесь, видите, такая очень большая ловушка. Никто не хочет быть последним. Никто не хочет быть человеком, который сдал в Карабах. Проигравшим. Поэтому здесь, конечно, очень большой политический нюанс есть. Есть вопрос и ответственности, и понимания вообще глубины происходящего. Понятно, что лучше было бы сейчас остановить конфликт и хотя бы отстоять то, что есть. Но я боюсь, для этого нужны совершенно другие люди, другое качество, метафизика иная какая-то нужна. Что-то в этом мало верится, если честно. Ну, Айдос, в этом вы правы. Чем раньше, тем лучше. Но дело в том, что у нас с 10 на 11 октября было объявлено гуманитарное перемирие. Армения его сорвала. 18 октября было объявлено гуманитарное перемирие. Армения его сорвала. 26 октября была попытка гуманитарного перемирия и так далее. То есть каждый раз они срывают. И, так сказать, вы в этом смысле абсолютно правы, что нет ощущения, что те люди, которые сейчас во власти в Ереване, с ними удается о чем-то договариваться. А день от днем ситуация для них, в первую очередь, становится хуже. Я хотел бы поговорить с вами на такую тему, с учетом того, что мы говорим человеком из Казахстана. Вы, наверное, этот момент заметили. Армянская сторона с первого дня войны, 27 сентября, когда они пошли на провокацию, начали обстрел гражданского населения, что они делают очень многие годы. Но на этот раз уже пришлось ответить контрнаступательной операции азербайджанской армии. Дело в том, что армянская сторона пытается привлечь в военную фазу конфликта организацию договора о коллективной безопасности. Казахстан является членом этой организации. Конечно, они напирают на Россию, но есть желание полностью ОДКБ. Вот какой позиции по этому вопросу придерживается Казахстан? Насколько я понимаю, есть такое мнение в целом стран ОДКБ, что обязательства могут быть перед Арменией, а регион Нагорного Карабаха, где протекает война, это же не Армения, абсолютно. Ну нет, война происходит именно на тех землях, которые исторически являются землями Азербайджана. Это совершенно все понимают. Есть резолюции ООН, большой массив международных документов, это раз. Второе, что касается ОДКБ, надо понимать, что такое ОДКБ в нынешнем виде. Это не НАТО, это достаточно сложный механизм, достаточно сложная организация, больше, наверное, символическая, нежели реально военно-политическая. И понятно, что за ним больше амбиции, наверное, есть. Ну вот, очень много у нас тоже эта тема дискутировалась, но мое абсолютное убеждение, Казахстан, я не думаю, что есть какие-то варианты, при которых он пойдет воевать против Азербайджана на стороне Армении. Я думаю, другие страны тоже воздержат от этого. Поэтому апелляции Еревана, они, конечно, будут адресованы прежде всего к России, как главному военному партнеру, союзнику и так далее. И понятно, что вот эти все попытки обстрела мирных городов, населенных пунктов, газопроводов, нефтепроводов, они именно направлены на то, чтобы спровоцировать ответные действия, ответные огни азербайджанской армии, чтобы они были нанесены именно по территории современной Армении, признанной ее территорией, с тем, чтобы заявить о агрессии и так далее. Понятно, что это совсем другая фаза конфликта. Но опять же, я говорю, в любом случае апелляции, ну вот сколько даже попыток было, но мы не видели, чтобы Армения активно обращалась к руководству Казахстана, Кыргызстана или Белоруссии. В основном идет апелляция к России. Ну, я думаю, Армения при всех там особенностях менталитета и мышления, я не думаю, что они являются совершенными идиотами и не могут не понимать вот эту разницу между потенциалами, отношениями, связями и так далее. Я в прошлый раз выступал у вас на канале и после этого получил такой бурный фидбэк от армянских блогеров и так далее у себя на фейсбуке. Ну и вот, и большинство из них было такое, что, дескать, мы армяне очень хорошо знаем, что вы, казахи, нам никак не друзья и так далее. Вот об этом... Констатация и произошла, да. Да, но не понимаете как? Это действительно очень тонкий момент. Я просто хотел бы, раз уж вы подвели разговор к этому, что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем то, что официальный Ереван, там не на уровне общественных каких-то экспертов это идет, там руководство страны, там президент и так далее, они раскручивают некую истерию вокруг Турции, некую истерию вокруг Азербайджана, да, понимаете? И это переходит какие-то грани, ну, насколько уместно здесь сказать, приличия, потому что они пытаются задеть вот эти этнические моменты, да, и Турции... Этнические, религиозные... Да, да, да. Я вот хотел бы просто, какой реакция может... Понимаете, критика страны, наверное, это вещь нормальная. Кто-то кого-то критикует, мы можем критиковать, нас могут критиковать. Ну, конечно, в состоянии с Арменией это другая история, но, понимаете, вот переход на этнические моменты, переход на исторические моменты, как это воспринимается, как это воспринимается, допустим, в Казахстане, не создает ли это некое, знаете, ощущение брезгливого отношения к армянской политике, с учетом того, что и Турцию, и Азербайджан, нас связывают же не просто взаимоотношения государственные, у нас есть духовные, этнические, религиозные, намного более глубокие связи. География большая, мы далеко несколько друг от друга, но у нас корни-то, мы же понимаем внутренне, что у нас единый корень. И вот армянская сторона в своей критике, вот эта грань приличия переходит, переходя на тюркские темы, на Турцию и так далее. Сознает ли вот то самое ощущение брезгливости к армянской политике, например, это в Казахстане? Я думаю, да, у нас не так много публикуется армянской информации, но тем не менее Казахстан отдельное суверенное государство. Понятно, что Армения побольше нацеливает свои информационные ресурсы именно на Россию, где у нее сильнейшая диаспора, где активная представленность в медиапространстве, мы знаем руководителей многих каналов, очень, скажем так, трепетно относятся к этой теме, не только этнически, но и религиозно. Мы видим вот эти все попытки, понятно, что это бьет и оскорбляет нас, у нас есть кейсы, связанные Дашнак Цутюн в истории, да, там и так далее. Поэтому я не думаю, что это как-то достигается их цели. Наоборот, она вызывает отторжение, понимаем, что вот эти все реляции, все вот эти попытки втянуть Турцию, там, связать как-то религиозно, вот эти разговоры о каких-то мифических боевиках, которые массово заходят, но они же имеют только одну цель, да, и мы видим, что, скажем, на европейском, скажем, уровне, да, на уровне российских медиа, мы видим, что это где-то срабатывает даже. К сожалению, к сожалению, да. Потому что идет именно апелляция вот таким большим, да, когда говорят... Они пытаются... Ну, когда Пашинян, понимаете, когда Пашинян говорит о том, что вот скоро будет Турция стоять у Вены, да, как это уже... Ну да, это какая-то риторика 17 века, человек откуда-то вернулся. Это и дальше, да. Ну, это вот риторика христовых походов и так далее, но оно ничему хорошему не приведет. С другой стороны, мы видим некую даже предвзятость, да, в российских СМИ больше такой какой-то вот попытки. Ну, и видим даже журналисты, стрингеры, которые находятся. Ну да, да. А если мне режиссер говорит, что у нас буквально пара минут остается, вы в этом совершенно правы. Есть ощущение, что Армения хочет оседлать исламофобскую тему, которая, ну, популярна, трендовая в определенных группах, в определенных странах Европы. Есть уже устоявшиеся фобии, на них их удобно эксплуатировать. Да, их удобно. Я вот хочу вот по такому поводу узнать. Понимаете, в Казахстане живут и азербайджанцы, и армяне. Казахстан многонациональное государство. И один из тех ярких примеров вот возможности сосуществования. Но, знаете, сейчас мы в социальных сетях вы затронули, да, что вам пишут и так далее. Мы сейчас вижу волну. Проигрывать, наверное, нелегко. Это с этим, в первую очередь, связано. Но, но, есть тотальные угрозы со стороны армянской диаспоры. В разных странах призывы насилия в отношении азербайджанцев, в отношении турков, в отношении диппредставительцев. Даже наше дипломатическое представительство в Харькове, так сказать, в Украине было нанесен ущерб, там, нападений. Я хотел бы узнать ваше мнение, как будут реагировать Казахстан на такого рода вещи, если вот эти угрозы, которые имеются. Ну, я думаю, Казахстан имеет очень хороший опыт налаживания межэтнического мира, гражданского согласия. И каких-либо конфликтов или каких-то сильных эксцессов в Казахстане не будет, наверное, в принципе. Если вы знаете или не знаете, у нас с начала конфликта обе диаспоры выступали синхронно, то есть вместе. Вместе подписывали документы, просили образовываться и просили находить какой-то общий язык. И в этом смысле, я думаю, что эта же и политика будет продолжаться. И Казахстан, и Грузия, и другие какие-то страны, они показывают, что, в принципе, азербайджанцы и армяне могут жить в мире совершенно спокойно, заниматься бизнесом, заниматься, я не знаю, совместной работой. Это как бы вот эти модели есть. И, возможно, вот именно эти модели, они должны стать в какой-то степени опорой для того, чтобы воспринимать, во-первых, эту новую реальность, а во-вторых, действительно строит правильные отношения. Даже та же армянская диаспора в Азербайджане, я думаю, это хороший пример того, что это не является каким-то конфликтом, который ушел настолько в глубинные пласты человеческого сознания и подсознания, что любой азербайджанец непременно должен зарезать армянина и так далее. Вот эти вещи как раз надо выставлять. Да, это на самом деле на уровне руководства страны, это неоднократно подчеркивается. В той же Грузии соседние села, есть армянские, азербайджанские в городах и в России, и в Казахстане. На самом деле мы на это настойчиво и указываем армянской стране, которая, к сожалению, пока не воспринимает этого. Она хочет видеть Карабах этнически чистым армянским, но вообще новая реальность, она показывает, что это уже невозможно. Айсер, в любом случае, огромное спасибо, что присоединились к нашему эфиру и ответьте на наши вопросы. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC был специальный выпуск. Специальный выпуск вел я, Санар Заев. Гостем специального выпуска был политолог из Казахстана Айдос Сарым. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова